Привет, Лёшка Емельичев! Сентябрь ворвался в нашу дверь и вместе с ним в нашу спокойную обитель ворвался безумный кризис, который связан с площадками. У нас очень много контейнеров и очень мало машин, чтобы их возить. В результате сегодня 28 августа, на этой неделе мы видим два движения на рынке, основных два движения на рынке. Первое это подъем цен. Сегодня утром я обзвонил на 15 перевозчиков. Цены разнятся таким образом. От 95 тысяч рублей, это лёгкий контейнер до Москвы из Котки, до максимальную цифру, которую мне сегодня называли, 135 тысяч рублей до Москвы из Котки. Если мы прикинем, 135 тысяч, это что-то порядка 220 долларов, да? 200, 2200 долларов. В принципе, это цена жирных, жирных 2007-2008 годов. Я помню, тогда цена была 2200-2400 долларов. На моей памяти больше, чем 2500, цена на трекинг была, наверное, только в самом начале 2000-х. Она тогда доходила до 3200. То есть мы сейчас обновляем пики, максимумы за последние, наверное, лет 10. Цена, ещё раз повторю, 135 тысяч рублей. Эта цена объявлена мне двумя перевозчиками. Вот, это составляет порядка 2200 долларов США. Ну, плюс-минус. И второе направление движения, которое сейчас есть на рынке, это лихорадочный загон новых машин, снятие с других направлений, загон их на Коткинский рынок. На самом деле, по моей информации, масса компаний-перевозчиков сейчас ставит машины и со внутренних рейсов по России на Котку. Также перекидывает машины с сталинского, с рижского направления, с клайпидовского направления, потому что 2200 долларов. Это уже хорошая ставка, жирная ставка. На эти деньги можно покупать, обновлять автопарк, покупать новые, брать в лизинг и так далее. Значит, некоторые перевозчики даже доходят до того, что снимают тенты, отцепляют тенты и берут в аренду площадки. Причем берут в аренду площадки как в Латвии, я точно знаю, и даже берут в аренду площадки в Финляндии. Соответственно, вот такое вот движение навстречу рынка и увеличение цены на тракинг приведет рано или поздно к коллапсу всего рынка. Объясню почему. На самом деле, и об этом я расскажу сейчас чуть-чуть, но в следующей лекции точно много. Если даже смотреть на такой показатель, как Т-Поинт Котко Транзит Индекс, то мы увидим, что из года в год, последние три года точно, у нас в августе был рост перевозок и уже к середине сентября этот вал перевозок заканчивался. Например, в отличие от 2007-2011 год, когда у нас пик наблюдался в районе октября-ноября, то последние три года у нас пик наблюдается всегда в августе. И если вы занимаетесь этим рынком, вы должны об этом помнить. Второй момент, который приведет сейчас к интересному выводу. Многие клиенты конкретно уходят из Котки. Почему уходят из Котки? Потому что Котка становится безумно дорогой. Значит, при ставке в 2000 долларов трекинг, перевозка через Котку составляет сейчас. Давайте прикинем, врать не буду, таить ничего не буду. Фрахт из Китая до Котки на сентябрь 1650 долларов. Значит, портовые все линии, релиз, стивека, это порядка 300 долларов. Итого 1950 долларов. Допустим, 50 долларов оформления документов по минимуму. Это у нас получается 2000 долларов. И добавляем 2000 долларов в трекинг по минимуму. Итого мы имеем 4000 долларов. У меня есть цены в руках на новые ставки от Феско. От Феско с 20 августа они цены тоже подняли. Но не настолько сильно. Я вам конкретно зачитаю. Из Янтьяня, например, предлагает мой товарищ. Сороковка, Хайкьюб. Значит, морской фрахт Янтьяня-Владивосток 1200. Экспедирование в порту плюс железнодорожная перевозка до склада. Плюс автомобильная перевозка до склада в пределах МКАД. 130 800 рублей. На самом деле, чтобы привести это все к одному знаменателю, перевожу в доллары. Это 2200. Итого Янтьяня-Владивосток доставка до склада в пределах МКАД составляет 3400 долларов. Кстати, буквально до 20 августа эта цифра была 2900. Ну вот, видите, на 500 долларов они тоже поднялись в цене. И сравним ставку через КОДК. 4000 только что я вам называл. Вот 600 долларов разница между КОДКой и доставкой моря, железка, авто через Владивосток. Соответственно, многие клиенты уходят в этом направлении. Я знаю, что многие клиенты также уходят на Рига, Клайпеда, Таллин. Ну, в меньшей степени, наверное, Таллин больше все-таки Рига, Клайпеда. Но уходят те, кто может сделать таможню через Республику Беларусь. Потому что вкупе с экономией на таможне в Беларуси они получают на круг, конечно же, значительно дешевле, чем Коткинский вариант. Значит, и третий момент, как я уже сказал, перевозчики привносят все больше и больше машин в расчете на Барыши к концу года. Вот. И есть последний момент, который я тоже знаю в разговорах с моими китайскими братишками. Также я имею счастье контактировать с финскими агентами многих морских линий. Также я имею счастье контактировать со многими экспедиторами, форвардерами в России. Я могу сказать очень печальную новость. Количество букингов на Котку падает. Вот конкретно сейчас падает. Более того, у меня есть знакомые, которые делают Кот. Change of Destination. Они меняют Котку, в связи с тем, что не могут вывести свой объем, на Питер. В результате. Итого у нас несколько моментов. Это T-Point Index. Это рост предложения со стороны перевозчиков, которые перетягивают на Котку, большее количество машин. Аннулирование букингов на Котку, в связи с тем, что невозможно вывести. И, наконец, показатель, который дает нам T-Point Index, транзит-индекс, Котка транзит-индекс, он говорит нам о том, что нас ждет падение объемов, которые происходят каждый год через Котку. Таким образом, в сентябре, скорее всего, произойдет следующая ситуация. Контейнеры все горящие вывезут с горем пополам. И на рынок хлынет вот это огромное количество площадок, которые сдали порожняк в Котке и сидят, ждут следующей загрузки. А следующей загрузки нет. И, соответственно, чтобы вернуть машины обратно в Питер или в Москву или на внутренний рынок или куда-то еще, эти машины придется гнать порожняком из Котки. Соответственно, кто это хочет, поэтому перевозчики начнут демпинговать для того, чтобы взять хоть какой-то попутный груз, хоть какой-то контейнер. Пусть это дешевле, но хоть это окупит те бензиновые затраты, которые у них есть. В результате, мое мнение, может быть, я ошибаюсь, посмотрим, к концу сентября нас ожидает крах рынка автоперевозок Котка Россия и резкое снижение ставок на автомобильную перевозку. Насколько, на какой длительный срок мы получим вот такую вот загогулину, сказать сложно. Но, в любом случае, это информация, которой можно воспользоваться. И самое главное, если... Я много раз говорил, что идите против рынка. Если сейчас все прыгают из Котки, то есть пытаются убежать из Котки, значит, в какой-то момент, может быть, уже завтра, как раз на Котку стоит ориентироваться. Это значит, что если мой прогноз верен, то люди, которые там через неделю, через две начнут отправлять грузы в Котку, выиграют в цене, потому что как раз контейнер придет в Котку в октябре. И уже в октябре мы будем иметь минимальные ставки на автовывоз. Тем не менее, еще один момент, какой выход из этого положения может быть на данный момент, значит, когда у вас контейнеры стоят уже в Котке, их надо вывозить, и покапает простой, капает detention, damage, storage, все вот это вот счастье. Плюс босс ругается, говорит, надо вывозить, потому что, ну, стоит производство, стоят пустые магазины и так далее, и так далее. Что в этой ситуации можно сделать, я вам сейчас скажу. Значит, один из вариантов, один из вариантов, это вывозить тентами. Тенты, слава богу, пик по тентам прошел. У нас такая ситуация, кстати, как по площадкам с тентами была, вот в начале августа, если вы помните, очень многие экспортеры финского товара, которые возят из Финляндии в Россию тентами грузы, сильно-сильно жаловались, потому что ставки тогда еще было 40 тысяч, 45 тысяч рублей за Финляндия-Москва, то есть ниже ставка, чем по площадкам. Внезапно тенты пропали, их перевели в другие места, потому что ставка была низкая, и отправители, финские отправители начали выть, они взвыли, машин не было, это было начало августа. И ставки начали на тенты реально расти, вот сейчас ставка на тент Котка-Москва порядка 95-100 тысяч рублей. Причем тенты, в отличие от площадок, есть, их можно брать, их можно использовать. Таким образом, если мы берем разницу между площадкой 135 и тентом 100, у нас разница получается 35 тысяч, и в этом варианте есть смысл перегружать контейнер в тент. Вы сэкономите на хранении в порту, и самое главное, если контейнер уже давно стоит в порту, вы сэкономите на detention damage, а там уже цены кусаются, если вы знаете. Значит, у нас по Котке, я вам скажу прямо, я вам скажу честно, по Котке, значит, доставка из порта на склад и перегруз в тент, то есть то, на что вы попадаете, если решаетесь перегружать в тент, составляет на 20-ку 360 евро, и на 40-ку 495 евро. 495 евро, это чуть-чуть меньше, чем 35 тысяч рублей, та разница между площадкой и тентом. Таким образом, если вот по таким ценам, с этими ценами оперировать, то получается, что вы экономите на всех простоях, если завтра же разгрузите контейнер на склад и загрузите его там послезавтра в тент. Вот такое вот решение этого вопроса. По остальным вопросам, по остальным моментам, море у нас продолжает падать, как я уже говорил, сейчас оно составляет 1650, но я слышал такие слухи, что Гамбург суд собирается дать какие-то безумно дешевые ставки, а также я слышал еще от нескольких линий, что они постараются еще скинуть цены. Я думаю, что 1600 на начало сентября это будет хорошая ставка на море. Тракинг я вам сказал, последнее оформление в кодке, по оформлению в кодке, кстати, та же самая интересная ситуация, ставки все еще движутся вниз. Я уже знаю по кодке несколько компаний, которые предлагают оформление в кодке, включая тэшку до границы, за смешные 40 евро. 40 евро с контейнера. Смысл работать непонятно, есть или нет, но такая цена на рынке уже есть. Вот такая вот у нас ситуация в кодке на начало сентября. И как я уже говорил в новогоднем обращении к народу, нас ожидают вот эти вот волны. Волны, сменяющиеся падением спроса, падением цен, чуть-чуть увеличение спроса, безумным ростом цен. Потом опять следующая спираль сжатия, это падение спроса, более мощное падение цен, небольшой рост спроса, безумный рост цен. И вот эта вот лихорадка, она будет продолжаться до тех пор, пока рынок не выйдет из кризиса, где он пребывает между нами, девочками, уже с 2008 года. 9 лет мы пребываем в кризисе. Когда он закончится, никто не знает. Вот, наверное, и все на сегодня. Берегите себя. До скорых встреч. Пока.